Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмили. И сегодня у меня просто потрясающее настроение. Наверное, потому что я наконец-то выспалась. Несколько дней подряд уже не могу нормально выспаться. Меня что-то мучают кошмары. Не знаю, с чем это связано. Вроде ужастики. Не смотрю. Почему так происходит, не знаю. В общем, у нас с вами здесь половина салата. Как он называется? Подсолнух. Рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите. Также здесь будут котлетки. И на рецепт на котлетки тоже оставлю вам. И пюрешечка. Пюрешечка. Всем понятно, как она готовится. Рецепт на нее оставлять не нужно. Приготовила мамусик. Салата тут многовато. Конечно, не знаю, смогу съесть или нет. Все. Но будем стараться. Салат очень крутой. Такое сочетание продуктов. Просто, если честно, немножко дороговато он обходится. Я люблю, знаете, как делать. Сейчас вам покажу. Вот так вот. Была, значит, купленная упаковка читас. Ой. Читас, что я несу? Принглс. И мама купила специально для видео. Такая большая упаковка. Вы, наверное, видели в моем инстаграме. Мама сказала, оставь, чтобы для видео, ну, вот так вот сделать лепесточки. Я такая, окей, нет проблем. Взяла упаковку и думаю, одну штуку съем. От одной ничего не будет. Села одну, потом не смогла остановиться. Ну, просто, ну, невозможно остановиться. Настолько вкусно. Не знаю, честно, почему, но меня как-то мучают кошмары. Очень плохо сплю. Я не знаю, что с этим делать. У меня раньше такое было. Когда я спала в комнате, в которой произошло убийство. Я вам рассказывала, да? У нас в прошлом доме там женщина убила своего мужа топором. Причем очень жестоко. И именно вот эта маленькая комната, в которой произошло убийство. Это была моя комната. Вот. Не помню, оправдали ее или что там было. Ну, в общем, муж довел ее до такого состояния, что ей пришлось убить. Как бы это нечеловечно не звучало, иногда убийц оправдывают. и оправдывают именно из-за того, что их довели. Вот просто довели до такого состояния. вообще жестокость некоторых мужчин меня вообще поражает. И мне кажется, невозможно это прям не заметить. Вот у нас опять же, не помню, рассказывала или нет. Так часто снимаю видео, что уже не помню, что рассказывала, что не рассказывала. В общем, у меня была подруга, у нее была коллега, и она эта коллега постоянно приходила на работу прям в синяках, в царапинах. Это было настолько заметно, что как-то она даже рассказала моей подруге, что ее муж мьет. И до того, как они поженились, он был совершенно другой. Не знаю. Мне кажется, что если у мужчины есть какие-то вот эти, знаете, садистские зачатки, это можно заметить. Ну, не бывает такое. Вот ты вышла замуж, и бац, он такой идет. Бац, он такой, знаете, агрессивный. Это значит, было в нем всегда. Просто вы, возможно, не хотели это замечать. Вот это возможно. Я вообще против насилия, против девушек, женщин, которые терпят это. Я один раз очень сильно поругалась со своим одногруппником, который пнул собаку. это было просто настолько жестоко. Если человек пнет другого человека, мне как-то пофиг на это, если честно. Но если человек пнет собаку, там просыпается вторая айка. Я там такой скандал затеяла. В общем, по таким мелочам, даже по отношению к животным, можно заметить, какой человек по натуре. С детства нужно приучать к детям любовь к животным. Вообще, к чему я это говорю, не знаю. просто у меня эта ситуация, которая была в университетские годы прямо перед глазами. У нас университет, рядом так вот дорога, машины едут. Там частенько были всякие собаки, бездомные, бедные. И дело в том, что в универе училось очень много добрых людей. Они шли в маркеты, что-то покупали. Кстати, у нас в Азербайджане супермаркет называют маркет. Я была очень удивлена. Но в России, насколько я знаю, говорят супермаркет. У нас говорят маркет. Ну, в общем. одногруппники одногруппницы шли и что-то покупали и подкармливали этих собак. Какие вкусные котлетки. Какие вкусные котлетки. В общем, не могу я заснуть, как будто я опять же нахожусь в этой комнате. И вот кто-то говорит, типа духи и вот эта вот нечистая сила это все не существует. Но я вот на собственной шкуре убедилась, что вот в комнате, где произошло убийство, я не могла нормально спать. это было до того, как я узнала, что там произошло. Ну, это квартира, в которой мы живем, это новостройка. то есть здесь до нас никто не жил. Вот. Какой салат я уже схомячила. Посмотрите, сколько. просто вкуснотища. Здесь копченая грудка, шампиньоны консервированные, майонез, сыр твердый, яйца. в общем, все и так, и так вкусное. Давайте вернемся к вопросам, которые вы мне задаете в моем инстаграме. Оля Поликарпова. Огромное тебе привет. Она задает вопрос, как ты относишься к клубам, ходишь ли ты туда и как часто. Я на самом деле вы можете заметить по моему инстаграму не так часто хожу даже в рестораны. Честно, для меня как-то даже если я блогер, не так важно, знаете, пойти в каком-то ресторане и сделать крутую фотографию. Не знаю, посидеть в каком-то дорогущем ресторане. Заплатить буквально, не знаю, за 30 грамм еды приносят вот такую тарелку и вот посередине чуть-чуть совсем не наешься даже. Это неэкономно. И один раз, я помню, мы с подругой были в ресторане и мы назаказали, ну, чтобы наесться, да. Официант такой поворачивается ко мне и говорит, вы вдвоем будете? Говорит, столько-то назаказали. Я такая, в смысле, а какая тебе разница? Да, ну, я ем. Тебе-то что? Я предпочитаю позвать подругу к себе. Слава богу, сейчас, ну, все можно домой заказать и болт или волт назвать. Ну, очень такая штука есть. Заказываешь прям из какого ресторана хочешь, они тебе привезут. Я больше предпочитаю доставку именно. Ночевка, там какой-то фильм. Мы с Элей всегда так делаем. Доставка, какой-то фильм. И сидим, базарим. И сидим, смотрим какой-то фильм. Вчера с мамой смотрели фильм, как назывался, не в мужчинах счастья. Мелодрама российская. Мелодрама русский. Мне нравится, честно. Вот кто бы что ни говорил, я и песню слушаю русские, и фильмы спокойно могу посмотреть. Мне, знаете, нравится про любовь, что такое. Фантастика. Все такое совсем не мое. В общем, клубы. Раньше я очень стеснялась того, что, не знаю, все уже во всех клубах побывали, все уже во всех ресторанах побывали. Я особо никуда и не хожу. Когда большая толпа людей, мне, честно, некомфортно. Это не мое. Я все не чувствую, как рыба в воде. Особенно на концертах, где давка, вот все друг к дружке. Я, наверное, одна немногих молодых пенсионеров. Хотя я могу с Шелли вдвоем куда-то пойти. Это не совсем клуб, например, если Хайбуст, Вертикаль. То есть, это не клуб, да, это просто можно пойти потанцевать, но там нету дохрена народа. Это тот же ресторан, просто еще можно и потанцевать. Вот что-то такое я люблю. Но когда очень много народу, прям меня раздражает. Один раз мне было очень скучно дома. Прям вообще заняться нечем. Кстати, этим летом было. Я уже мухбанг снимала, у меня уже, наверное, тысяч пятьдесят точно было подписчиков. И Шелли, она была в Грузии, потому что она родом оттуда из Грузии. Кто-то меня смотрит огромный вам приветик. Вот. И мне было реально очень скучно. Хотелось куда-то пойти. Вот именно вот в клуб, в котором я особо никогда и не была. Шелли позвонила своим подругам. и они как раз собирались в клуб. Получается, что я иду с шести незнакомыми девочками отдыхать. до меня не сразу доперло, что куда я. Как же это было вкусно. Как же это было вкусно, ребят. реально мне было немножко некомфортно с ними. Не то, чтобы неинтересно, я не знаю характер. Я как бы сидела и молчала. ты меня что-то спросишь, я скажу, а так сижу и молчу. И, кстати, там одна из девочек повернулась ко мне и такая говорит, я тебя где-то видела. Я говорю, не знаю, она говорит, где ты работаешь? Я говорю, в строительной компании. Нет, я тебя где-то в интернете видела. Я такая сижу, не знаю. Знаете, почему я не сказала? Потому что как только ты говоришь, что ты ютубер, первый вопрос, сколько ты зарабатываешь? второй вопрос, а правда ли вообще, что с ютуба получают деньги? Как это происходит? Кто тебе платит? Ты платишь налоги? И миллион вопросов. А вот я сейчас выложу видео, я заработаю денег. И все, все разговоры начинаются про ютуб. А ты знаешь этого блогера? А ты знаешь того? Ты знаешь Кусейна Гасанова? Откуда я, ребят, у меня всего бедная 100 тысяч подписчиков, у него миллионы, ребят, откуда я буду его знать? То есть я его знаю, он меня не знает, понимаете? Если это блогер, это не значит, что прям мы все так связаны. Может кто-то связан, но я с ним точно не связан. Ой, какой салатик, вкуснотища какая. Реально это один из салатов, который мне вообще прям очень нравится. правда уже чипсы какие-то мягкие стали. Они были какие хрустящие. Кстати, насчет карантина вы можете за меня порадоваться, за нас, за Азербайджан. У нас в каждом днем ситуация все лучше и лучше. каждый день выздоровевших больше, чем зараженных. То есть я думаю такими темпами мы преодолеем. Вообще стараюсь не вдаваться в политику и все такое, но после вот этого карантина и пандемии я впервые начала смотреть новости, хотя в последнее время я стараюсь их не смотреть, но иногда натыкаюсь, чисто случайно вынуждена смотреть. И там что там Трамп говорил, что во всем виноват ВОЗ, потому что они не предупредили о том, что есть такая опасность, когда Америка закрыла границы, они сказали, что такой надобности нет. Я на самом деле тоже так считаю, что президенты каждых например стран, они же не врачи. Мне кажется в ВОЗ они должны были уведомить людей о том, что это действительно очень опасно и что нужно закрывать границы. Ну любозно поздно махать кулаками после драйки. Как же это было вкусно! Мой любимый эксперимент. Давайте попробуем засунуть полностью ее в котлетку в рот. Как вы думаете у меня получится или нет? Ставьте на паузу и пишите в комментариях. Смогу полностью или нет? Вкусно! Ставьте лайк! Обязательно приготовьте! Извиняюсь за землетрясение! Обязательно приготовьте этот салат! Ссылочка внизу на рецепт! А я вам всем желаю удачного дня! Приятного аппетита! Всем пока! Пока!